Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Приехали! В Барнауле показали новые белорусские трамваи, когда пассажиры смогут оценить современные вагоны. В Барнауле стало больше алкозависимых. Как врачи спасают любителей спиртного с того света? Карпы будут жить, только им нужно помочь. В парке Изумрудный ищут, куда отправить рыб на зимовку. Пять новых белорусских трамваев уже стоят в трамвайном депо Барнаула. Шестой трамвай уже на подходе. Всего по контракту поставка 10 единиц подвижного состава. Счастливчиками станут пассажиры маршрутов номер 1 и 7. Какими способностями обладают новые трамваи? Намного ли они комфортнее, чем старые? И когда они уже выйдут на маршруты улиц Крайовой столицы? В сюжете Юлии Щепиной. Пять новеньких трамваев прибыли в Барнаул и ожидают выхода в свет. Последний раз таковые поставляли 10 лет назад, и то всего 2 единицы. Средний возраст вагонов сегодня достигает 40 лет. Эти же современные и имеют достойные технические характеристики. Трамвай белорусского производства Белкоммунмаш, 820 е модель, модернизированный, полностью стопроцентный низкий пол, 4 двери для увеличения пропускной способности пассажиров на вход, на выход граждан. В том числе обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения, инвалидов, что очень также удобно. Трамвай оборудован кондиционером, видеокамерами, полностью следят за происходящим в салоне и вокруг трамвая на дороге. Трамвай рассчитан более чем на 150 пассажиров, посадочных мест 34. Вагоны будут ездить по маршруту номер 7 и номер 1. В каждом будет работать кондуктор. По прибытию всех 10 вагонов и после передачи с комитета по имуществу города, значит, мы будем данными вагонами заниматься. Подготовка водителей у нас производится на базе нашего предприятия, так как у нас есть лицензия на подготовку водителей. В принципе, для наших водителей не будет иметь сложности, потому что да, найти подвижного состава, ручное управление, и у нас есть такие вагоны. Ну, есть, конечно, определенные сложности при подготовке. Там водители нужно будет, конечно, освоиться с пультом управления. Подготовить нужно около 40 водителей. Займет это неделю. Напомним, контракт на поставку 10 трамваев на сумму более 700 миллионов рублей был заключен еще в прошлом году. Плановая поставка по контракту планировалась до 1 апреля. Но ввиду экономической обстановки мировой и нарушения поставок с деталями поукомплектующих были обращения и производителя вагонов «Белкоммунмаш» и также поставщика с просьбой переноса срока по объективным причинам, на что шли навстречу. Поэтому как бы сроки контракта немного перенеслись на поставку всех единиц. Отметим, прибытие шестого вагона ожидают уже 9 октября. Оставшиеся поступят в ноябре. Есть вероятность, что прокатиться на новеньких трамваях барнаульцы смогут уже к Новому году. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня стало известно, на каких участках в Барнауле установят светофоры. В мэрии пояснили, что интенсивность транспортных потоков в этих местах достаточно высокая, поэтому движение пешеходов через проезжую часть затруднено. Так, светофорные объекты появятся на Павловском тракте 52В, а именно на пешеходном переходе в районе теплого рынка, а также на улице Северо-Западной 222 на остановке «Спортивная школа». До конца ноября подрядчик должен провести монтажные работы, наладить работу светофоров, установить необходимые дорожные знаки. На улице Северо-Западной также установят дополнительное освещение. На все работы выделено около 4 миллионов рублей. Сегодня по всей стране прошла всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Согласно общей легенде, в стране завершилась общая мобилизация. В некоторых регионах ввели военное положение. Притом существует опасность возникновения зон радиоактивного заражения. О том, как эти ситуации отрабатывали разные службы Барнаула, смотрите в нашем сюжете. Люди в пестрых оранжевых жилетках, заполнившие зал, сотрудники краевого учреждения, которое является эвакуационным пунктом в случае чрезвычайной ситуации. Сегодня они тренируются правильно оказывать помощь жителям Октябрьского района. Но сначала инструктаж. Эвакуируемые прибывают на сборный эвакуационный пункт согласно расчету вывоза эвакуированного населения автомобильным и железнодорожным транспортом. Имея на руках эвакуационные удостоверения, оформленные организациями, жилищными организациями или администрация района. Основная задача эвакуационного пункта – сбор населения для направления в безопасные места. Помогут здесь и семьям с детьми. Для этого в пункте есть все необходимое – кроватки, подгузники и игрушки. И если человек ранен, он может обратиться в медпункт. С учетом пополняемости, я думаю, мы сможем оказать помощь всем обратившимся, так как запасы должны быть на сборном эвакуационном пункте полностью, на все количество населения, находящегося в районе. После оказания помощи формируется список жителей и отправка их на автобусах в безопасные районы в соответствии с планом эвакуации города. Технику именно аварийно-спасательных формирований необходимо всегда обработать от заражения радиоактивного или от химического заражения. Поможет в этом дозиметрис на пункте замера. Перед отправкой он тщательно обследует все снаружи и внутри. Особенно от радиации заражаются колеса, так как они притягивают дорожную пыль. Например, этот троллейбус содержит 0,6 млрентген в час, что соответствует норме. После замеров технику обрабатывают специальными растворами, которые снижают общий фон радиации. Притом для всех типов транспорта он разный. У армейского нормы считается 200 млрентген в час. Примерно такой же фон сохраняется в некоторых местах Припяти. Так что обеззараживание строго обязательно. Подобные учения проводятся раз в год. И хочется надеяться, что эти навыки не придется применять в жизни. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Бизнес в Алтайском крае начнет развиваться более высокими темпами. Новую программу, разработанную совместно с ведущей московской бизнес-школой, уже внедрили в работу алтайского филиала «Ранхикс». Бизнес-симуляции, кейсы, деловые игры и тренинги. Обучение оптимизирует и сделает работу в бизнесе более эффективной. Для кого разработана программа и какие дисциплины предстоит освоить слушателям, смотрите в следующем сюжете. Так 29 сентября в Алтайском филиале президентской академии стартовало обучение по новой бизнес-программе MBA. Собрались слушатели разного уровня, от начинающих управленцев до метров своего дела. Мы живем в достаточно динамичном мире, который предоставляет нам постоянные какие-то вызовы. И сегодня я прекрасно понимаю, чтобы успевать за всеми этими решениями, нужно развиваться, обучаться и коммуницировать с людьми, и произносить что-то новое. Мне нужна масштабность, мне нужны знания, мне нужно понимание формирования команды, управления командой и вырасти как руководитель. Программа принципиально новая для нашего региона. Ее разработали совместно с одной из ведущих московских бизнес-школ. Проект подготовки занял более трех лет, аналога которой в Сибири нет. Программа насыщенная, она предполагает обучение людей, которые уже имеют управленческий опыт в бизнесе, либо собственники бизнеса, либо топ-менеджмент бизнеса. Программа рассчитана на 21 месяц. И, в общем, состоит из образовательных модулей, которые будут проходить как на базе алтайского филиала, так и, собственно, на базе московского кампуса. Основная цель – переформатировать подход к бизнесу, сделать его более прибыльным и более социально ориентированным. Программа направлена и на управление всем комплексом основных бизнес-процессов компании. Кроме базовых дисциплин, внимание слушателей направят на новейшие управленческие технологии. Они называются, по-английски, это «disruptive technologies», это технологии стратегического прорыва, такие как, скажем, возможности использования искусственного интеллекта в управлении, роботизации бизнес-процессов, диджитал маркетинг, диджитал менеджмент. Вот эти вещи все связаны с большими данными. Чтобы эффективно сочетать учебу с бизнесом, разработан формат обучения, который позволяет получать знания практически без отрыва от производства. Программа очень удобная, потому что ежемесячно три дня обучения, два из них выпадают на выходные дни. Ну и я думаю, что каждый руководитель может позволить без ущерба компании пробыть один дополнительный день, пятницу раз в месяц, для того, чтобы получить новый импульс для развития своего бизнеса. Открытие и первые занятия прошли в селе Бочкари. Компания Бочкари – генеральный партнер Академии при реализации программы MBA. Слушатели помимо обучения в рамках образовательного модуля побывали на производстве и посетили мастер-класс от руководителя компании Вадима Смагина. Этот набор слушателей первый. И теперь обучать предпринимателей успешному управлению бизнесом в Академии будут ежегодно. Алкозависимых в Барнауле стало больше. Об этом нашему телеканалу сообщили специалисты Алтайского краевого наркологического диспансера. Сегодня, во Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, мы решили узнать у медиков, почему традиция принимать на грудь пагубно сказывается на организме. Ежегодно в палату интенсивной терапии краевого диспансера поступает от 600 до 750 пациентов с алкогольным психозом, белой горячкой, отравлением и другими сопутствующими заболеваниями. Врачи-реаниматологи в буквальном смысле возвращают пациентов, которые злоупотребляют алкоголем месяцами, а то и годами с того света. Мышца сердца не выполняет свою функцию. Сердце должно прокачивать кровь. Оно не может это сделать, потому что у него не хватает ресурсов. Дистрофия мышц. Он становится больших размеров в стенке, истончается. Оно очень тонкое сердце, и крови оно прокачать не может, как нужно. С одной стороны, он обезвоженный, его нужно откапывать. Ставим для этого подлитчичные катетеры, чтобы мониторировать венозное давление. Начинаем вводить жидкость, но он не справляется. Венозное давление сразу возрастает, все, то есть, сквозь декомпенсацию. Даже вот в таком состоянии поступает. Ежегодно врачи интенсивной терапии теряют 5-6 пациентов. Их не удается спасти. Организм зависимых попросту не откликается на лечение. Медики настаивают, что спиртные напитки в любой дозе – это яд. И они наносят колоссальный вред организму. А при регулярном употреблении поражаются и все внутренние органы. За последние несколько лет количество алкозависимых начало неумолимо расти, отмечают медики. Пить стал народ больше. Пить стал сильнее. Это за последние несколько лет такая тенденция прослеживается четко? Да, да. И это я здесь понимаю, в этой больнице. Я живу в городе, в центре у себя, смотрю в окно, все нормально. Я пьяных людей качающихся, шатающихся не вижу. Я наоборот, смотрю в окно, на турниках люди занимаются до разных возрастов. Мама с колясками гуляет, все хорошо. Думаю, ну, наверное, стал народ понимать, что пить вредно, что пить плохо. А когда приезжали на работу, и скорая помощь везет больных нам, а мест уже нет, переполнены. Еще лет 10 назад не было вот такого. Я понимаю, что ситуация не то, что не меняется, а еще хуже стало. Сегодня, во всемирный день борьбы с алкоголизмом, мы вышли на улицы Крайовой столицы, чтобы узнать у горожан, как они относятся к спиртным напиткам, и нужно ли, по их мнению, вообще отказываться от них. Вообще не пью. Почему вы отказались от алкоголя? Ну, это же невкусно. Правильно же? Невкусно. Можно съесть хорошую конфетку сладкую, то, что тебе нравится. Ну, а это выпить и сморщиться, я считаю, оно нужно. К чему нужно вести здоровый, трезвый образ жизни? Ваше мнение? Ну, может, печень портится. К чему приводит злоупотребление? Человек становится неадекватным и ведет уже на какие-то преступления и катится по наклонной. Надо трезвый ему быть. Для потомства, для внуков, например. Только спортом можно заменить алкоголь. Может быть, культурный досуг, как вы думаете? Прогулки, парк, лес, велосипед. Люди злоупотребляют каждый день, там, бокал вина. А потом это все может произойти, они в большом количестве, получается, будут употреблять. И общество будут, как бы, завлекать, пойдем выпьем, пойдем выпьем. И к этому все приходит, и можно без дома остаться, бомжом стать, на помойке. В парке Изумрудный начали решать проблему с рыбой. Накануне там выловили мальков карася, чтобы запустить их в один из прудов в поселке Южный. С такой инициативой к дирекции парка обратился неравнодушный житель города. Кстати, в Изумрудном будут рады всем, кто захочет выловить мальков и переместить их в водоемы Барнаула. Ведь в пруду они замерзнут, а так у рыб появится шанс выжить. Отпускаем рыб. Пока нерешенным остается вопрос с декоративными карпами. Сейчас их необходимо отдать в добрые руки на зимовку, чтобы весной они снова могли радовать гостей Изумрудного. У парка уже есть договоренности с двумя благотворителями, которые готовы приютить несколько десятков рыб. Но необходимо приютить еще столько же. Напомним, всего летом в пруд Изумрудного запустили порядка двухсот карпов. Кстати, в парке просят не подкармливать рыб, так как они могут впасть в вялое состояние. Теперь спектакли могут появиться там, где их совершенно не ждут. Театр драмы реализует новый проект «Променад сцена». Его суть в том, что площадкой для спектаклей может стать любое пространство, будь то городской бульвар или деревенские просторы. Театр – зеркало жизни, театр отражает реальность. И не всегда в пространстве сцены мы можем эту реальность отразить. Мы не всегда можем привести танк, комбайн, поле ржи. И когда мы играем в настоящем пространстве, то это означает и другой степени настоящность и среды, и требует настоящность актерской игры. По статистике в театр ходит небольшой процент людей, 3-5, где-то такое. И мы не боимся идти в город, идти к ним в трамвай, идти к ним на улицу, идти к ним на завод, идти к ним в школу, идти к ним в университет, в фитнес-зал, в бар, в ресторан, на кладбище, куда хотите. Никаких декораций, только живое пространство. Постановщиками «Променад сцены» станут как главный режиссер, так и артисты театра с режиссерским образованием. Совсем скоро зрители смогут увидеть такие постановки, как «Ваня, ты как здесь?», «Способный ученик» и другие. Афиша появится на сайте театра, а билеты можно будет приобрести в кассе. Понравится ли такой формат зрителям, покажут уже первые постановки. Кстати, это совсем не значит, что в привычном репертуаре станет меньше спектаклей. «Променад сцены» для творческого коллектива – это возможность расширить границы театрального искусства и привлечь в драматический новых поклонников. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok